Добрый день, меня зовут Олег Дрюпин, это Георгий Перевозчиков, и мы из Лакмус Фундейшн. Чем мы занимаемся? Ищем людей. Собственно, очень часто случается такое, что люди пропадают, как бы, то есть идут за грибами или там куда-то на природу, посмотреть, погулять, не знаю, в общем, по разным причинам, и теряются. То есть кто-то заблудился, кому-то стало плохо, кто-то там, допустим, переоценил себя, переоценил свои физические возможности, и, собственно, теряется. Вот, к сожалению, такое часто бывает. Например, для Московской области, по данным поисково-спасательного отряда Лиза Аллер, в среднем в месяц теряется порядка двух тысяч человек. Скорее всего, их больше, как бы, просто не все отправляют заявку на поиск человека. Как правило, люди теряются в природном ландшафте, то есть там лесной, лесостепной, степной, в общем, в разных. Очень сильно зависит от региона, как бы, но эта проблема, это действительно проблема, и, как бы, вот почему. Поэтому потерявшийся человек, особенно если он, даже если он хорошо подготовлен, но у него нет соответствующего снаряжения, он может, как бы, пострадать. В первую очередь, как бы, страдают люди от обезвоживания, от переохлаждения, дальше у них, допустим, может начаться паника из-за несвойственной ситуации, непривычной. И в средстве паники люди, как правило, достаточно часто начинают принимать какие-то неосознанные действия и травмируются. Это достаточно тяжелый момент, потому что, как правило, даже если здоровый человек, там, допустим, может как-то найти дорогу домой, добраться до людей, рассказать, попросить помощи, то травмированный человек, скорее всего, уже не справится с этой задачей, и, соответственно, может случиться что-то непоправимое. Как правило, поиском таких потерявшихся людей занимается либо полиция, либо поисково-спасательные отряды, которые состоят из волонтеров. Их, как бы, достаточно много, то есть, один из наиболее известных это Лиза Алерт, также существуют другие, по типу, там, допустим, экстремума питерского или совы. И, в общем, у них смысл их деятельности состоит как раз в том, чтобы этих людей находить. Желательно, конечно, находить до того, как случилось что-то непоправимое. Поиск усилиями волонтеров, как правило, проводится в пешем режиме. То есть, люди пешком, ногами проходят природные ландшафты и глазами высматривают пострадавшего, потерявшегося человека. Это достаточно ресурсозатратное мероприятие, потому что на его осуществление необходимо большое количество волонтеров. Они должны быть соответствующим образом подготовлены, экипированы, скоординированы. В общем, это достаточно масштабная поисковая операция, которую необходимо управлять, как-то вести. В общем, в одиночку такое точно не провернуть, потому что вот сейчас делаю небольшое лирическое отступление. У меня есть небольшой туристический, ну как небольшой, лет 7, наверное, туристического бэкграунда. И у меня часто возникала ситуация, когда человека, отбившегося от группы, в диких условиях необходимо было найти. В общем, команда из двух-трех человек этого не сделать, потому что это очень сложно, как бы, особенно если нету связи, нету какой-то там центральной координации, люди не подготовлены, не заряжены на эту задачу. В общем, это сложно. Это занимает много времени, это, как бы, достаточно специфичное мероприятие. К тому же оно зачастую сопряжено с определенным риском для самих поисковиков, потому что местность пересеченная, не всегда, как бы, можно безопасно пройти все места. В общем, это затратно, тяжело, сложно. Часто для оптимизации поисковых мероприятий применяется поиск с воздуха. То есть классически до недавнего времени есть такой воздушный поисково-спасательный отряд «Ангел», которые летают на вертолетах и с вертушки, как бы, отсматривают территорию. Ну, там несколько различных методик поиска, они различаются по сложности, то есть пытаются вывести на звук вертолета по телефону. Там много было разработано способов, как бы, чтобы помочь человеку найтись. Ну, либо поиск и отсмотр потерявшихся непосредственно с вертушки, что, как бы, весьма сложно, потому что лесной или даже степной ландшафт, проходимый на скорости, он достаточно сложен для восприятия. Глаз очень быстро замыливается, оператор устает. В общем, найти человека, скорее всего, гарантированно получится, как бы, но не сразу. К тому же, полет вертолета – мероприятие затратное. Нужно закрыть воздух, необходимо обеспечить горючку, как бы, необходим пилот и оператор, который будет высматривать. В общем, затратно, эффективно, но, к сожалению, затратно, долго и утомительно. Как альтернатива решения – это коптеры плюс фотографии с воздухом. Смысл в чем? Поисковый регион разбивается на квадраты, и квадраты закрываются пролетами коптеров. То есть строится маршрутная сетка, которая пролетается коптером, и с определенными промежутками, с перекрытиями территория фотографируется с воздуха. Как правило, с высоты 50 метров, в результате чего накапливается база фотографий, которую потом можно проанализировать и попытаться найти на ней человека. В среднем количество снимков, которые привозит коптер с поиска – это очень грубая цифра, не обязательно их будет 4 тысячи, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. В общем, ориентировочное количество – порядка 4 тысяч фотографий. Затем эти фотографии, как правило, передаются отсмотровым для того, чтобы они вручную смотрели на них и пытались найти, есть ли там человек в этом квадрате или его нет. Если это делать вручную, как бы даже подготовленным человеком, а фотографии там получаются большие – 4 тысячи на 3 тысячи пикселей, человек очень маленький. В общем, вручную это в среднем несколько операторов тратит на это 6,5 часов. Что сделали мы? Мы взяли нейросеть и обучили ее на этих снимках. Учили долго, как бы выбрали несколько различных методик, пробовали. В общем, работали над метриками, чтобы подтянуть результат под приемлемый уровень. И мы достигли такой скорости обработки, что в среднем количество фотографий, которые получаются с поиска, обрабатывается за полтора часа на ноутбуке, то есть непосредственно в регионе поиска. Это очень важно, потому что на месте поиска не всегда есть хороший интернет, нет возможности сгрузить всю эту пачку фотографий куда-то на сервер, чтобы они там анализировались. В общем, достаточно интересный показатель такой. Переключаемся. Вот, собственно, сам пайплайн, который происходит. Территория облетается коптером, он снимает какое-то количество снимков, естественно, с геотегами. Потом все это транслируется на ноутбук. Приблизительно стоимость ноутбука, который справится с этой задачей, порядка 500 баксов. И затем направляется он в ту страшную штуку с точками справа. Это нейросеть, которая, собственно, все это дело процессит. Дальше вот нейросеть все это процессит, процессит, процессит. И тут такой котик такой вжух, и человек найден. Примерно выглядит вот так. То, что происходит внутри котика и как котик делает свою черную магию, но сейчас чуть-чуть расскажем. Первое, что у нас есть, это приложение, которое пользователь может ставить на компьютер. Оно разработано с помощью C-Sharp и Avalonia UI фреймворка. Суть этого фреймворка заключается в том, что он позволяет рисовать пользовательский интерфейс на любых платформах. Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux. И, соответственно, мы поддерживаем максимальное количество платформ. На данный момент поддерживается Mac OS, Windows и Linux. Модель нейронной сети, она довольно сложна в установке обычному пользователю. И чтобы ее установить, пользователю нужно поставить кучу драйверов, собрать несколько библиотек, скомпилировать какие-нибудь скрипты. В общем, это сложно, и пользователь, скорее всего, этим делом не будет заниматься. Поэтому мы нашли такую штуку, как Docker. Верни назад. Мы нашли такую штуку, как Docker. В ней мы храним модельку, и эти контейнеры мы можем версионировать и следить за их развитием. То есть пользователь может скачивать различные версии контейнеров, то есть различные версии нейронных сетей. И, в частности, ну, например, обновлять модель, и мы можем выкатывать новые версии, а пользователь может скачивать у нас или у кого угодно обновление и получать лучшие результаты. Давай дальше. Также другую вещь, которую мы делаем, это Web API, то есть некоторая платформа, которая будет висеть в интернете, работать на серверах. Так. Зачем это нужно? Ну, во-первых, не все пользователи имеют ноутбуки, не все пользователи могут взять и отсмотреть фотографии непосредственно на месте. И, к сожалению или к счастью, до сих пор многие фотографии у Лиза Лерц кидываются на ГПА. Это сервер просмотра, где люди сидят и смотрят фотографии. К сожалению, ну, как бы нейросетевые технологии туда не встроены, и, собственно, мы разрабатываем модульную штуку, которую можно было бы встраивать в просмотровый сервер. Поехали дальше. Что у нас за нейросеть, как мы ее обучали и к каким результатам мы пришли? Ну, мы используем FPN нейронную сеть с различными бэкбонами. В частности, у нас используется как такой основной, который сейчас на проде, это ResNet 50 и FPN бэкбон. Дальше мы гоним те фичи, которые мы получаем на выходе из бэкбона в различные анкерные боксы и предсказываем локализацию объекта, то есть человека. Для обучения мы выбрали focal loss. Focal loss замечательный тем, что он учитывает несбалансированность классов. В данном случае у нас в датасете и в целом вообще в реальной жизни на квадрат большой съемок человек может быть один. Соответственно, мы получаем множество пустых фотографий и одну только фотографию, ту, которую нам нужно не пропустить, не дай бог. Поэтому мы используем focal loss. И это то, что справа. А слева? Слева это tripled loss. Tripled loss это новая штука, которая появилась буквально несколько месяцев назад, и мы ее начали активно имплементировать и использовать. Для чего она нужна? Эта штука нужна для того, чтобы мы могли с помощью нее анализировать обобщающую способность модели. То есть мы берем данные, прогоняем через нашу нейросеть и вместо focal loss поставляем tripled loss. Переключай дальше. И, собственно, мы с помощью вот этой теоремы можем понять, как регуляризируется нашу... Гоша, 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 стоп, подожди. Мы нечаянно сейчас можем защитить кандидатскую, поэтому я предлагаю страницы на focal и tripled loss. Я надеюсь, никто не против? Каюсь, это все мантия ОДС. Она животворящая и добавляет знания. Итак, переходим дальше. Ну, собственно, там были какие-то формулы. Вот я тоже могу формулы. Вот я добавил замечательную формулу. Она прикольна тем, что здесь есть вон те классные лягушечки. Они вот очень позитивные, поэтому я решил воткнуть эту формулу в презентацию. На самом деле эта формула действительно из настоящей боевой научной статьи. Просто ребятам не хотелось загромождать все символами, и они придумали вот такой вот изящный выход. Вот. Лакмус заглядывает под воду. Спустя некоторое время, после того, как мы начали заниматься нашим решением, мы обнаружили один очень интересный момент. Есть, скажем так, решетчик, который ведется параллельно и занимается темой подводных поисков. То есть они, грубо говоря, оснащают плавательные средства специализированными сонарами, и дальше уже процессят данные непосредственно под водой. На самом деле это очень актуально, потому что, к сожалению, очень большое количество потерявшихся связано с водой. То есть, ну, банально, к сожалению, утопленников. Вот такое тоже бывает. И мы тоже планируем их как бы искать. Но это пока просто анонс. Мы буквально недавно относительно начали с ними работать. И получили какие-то первые данные. Но только вот на уровне стыковки у нас очень похожие подходы в поиске. Мы используем одинаковые фреймворки. В общем, но у них интересные как бы результаты уже есть, и мы в дальнейшем планируем с ними интегрироваться. Теперь о наших друзьях. На самом деле друзей у нас куда больше как бы, вот. Но основные, с которыми мы как бы достаточно тесно и очень-очень-очень-очень тесно работаем, это новая газета, российская общественно-политическая газета, которая как бы достаточно интересно пишет. Мне очень нравится. Тем более, что там у них питерские редакторы. Они, прямо вот язык у них, это то, что надо. Кроме того, наполнение там достаточно правильное. Но они делают всякие правильные события. В общем, очень-очень-очень рады с ними взаимодействовать. И, естественно, теплица социальных технологий. Здесь тепло. Собственно, больше мне добавить нечего, потому что они очень-очень большие молодцы. У них тоже замечательные мероприятия. Интересные линии, которые они стараются придерживаться. И вообще социальные проекты, которые они воспитывают, пистуют. В общем, я рад. Вот. ОДС, АИ. Ну, это Data Science сообщества. То есть сообщество людей, которые вот воткнулись в науку, и они не могут обратно выткнуться уже, все. Поэтому как-то оно такое достаточно свободное, построенное на началах обмена информацией. И вообще там тоже тепло, здорово, но там ребята, они вот любят формулы. Мы, собственно, с ними. Мы под их гидой и родились, и дальше росли. Напитывались специалистами, компетенциями, какими-то кейсами. Ну, и, естественно, Лиза Альверт. Это поиск пропавших без вести людей. Без операторов данных, которые мы собрали, естественно, которые пришлось там, допустим, добывать. С пролета коптеров, с фотографий. Без анализа этих данных, без, соответственно, постановки этой задачи, без возможности ее реализации, ничего этого не было бы. Ну, и вот наши еще одни замечательные друзья – это Мерс Клауд. Это первый в России центр обработки данных с жидкостным охлаждением. Они прикольны тем, что их сервера получаются более экологичны за счет оптимизации энергопотребления, более надежны, потому что, ну, там много параметров, как бы, можно очень долго рассказывать. Поэтому вместо рассказа я прикрепил вон ту фотку, где сервера замечательно булькают в жиже и считают наши нейросети. Вот. На данный момент по приблизительным, но не очень точным данным нейросетью найдено порядка восьми человек. Собственно, у кого возникает желание нам помочь там фотографиями, какой-то разработческой деятельностью или, возможно, исследовательской, то ГОК нам мы создали. Там GitHub, ниже Telegram. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу вам сыграть, если хотите. Точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это лучше вот к нам в Telegram, в группу, и там все это может обсуждаться. Да. Чтобы все успели сфотографировать контакты, мы вот придумали небольшую песенку, а это пусть висит. Блин. Ну вот, собственно, и все. Собственно, и все. Да. Спасибо за внимание. На самом деле это немножко сложнее, потому что окурок он меньше. И если фотографировать площадь с высоты 50 метров, то окурок не увидим. А вот для свалок на самом деле идея интересная, потому что мониторинг... Как вы будете покрывать все пространство от автомобильных телефонов? Нет, идея на самом деле очень интересная, потому что можно сфотографировать с мобильника стопопривязкой, где все это лежит, и попытаться как-то отпроцессить. То есть, да, естественно, то есть автоматизировать какую-то обработку, допустим, заявлений от свалок. Да, это очень интересная идея, очень интересный кейс, который можно было бы попытаться реализовать, но он уже немножко в другой плоскости. Но само направление, оно верное. То есть, в принципе, это можно применить и спроецировать на какие-то другие ситуации, и вот этот подход масштабировать на смежные задачи. Да, вот здесь вопрос. Такой вопрос. Вы сказали, что там докеры устанавливали на конечные пользовательские машины, там они на линуксах или что? Мне просто интересно с точки зрения технических. Ну, смотри, у нас приложение на шарпах, в нем вшит докер-клиент, который может подтягивать или удалять, в общем, как угодно управлять контейнерами, прозрачен для пользователя. А докер, он ставится непосредственно на линукс, на винду, либо на macOS, под все что угодно. Про модели мы в зависимости от системы инферим, либо на CPU, либо на GPU. Например, ну вот на линуксе понятно, что там есть NVIDIA докер, и мы можем пробросить туда видяху и инферить модельки на видяхе. На винде такого невозможно, к сожалению, но как бы мы инферим модельки на CPU тогда. Вот. А все, что нужно для нашего приложения, это, собственно, клиент шарповый и докер. Все остальное клиент скачает, развернет и поставит сам. Ну, то есть клиент должен иметь возможность устанавливать докер. Ну, там все это достаточно автоматизировано, как бы, то есть по большому счету, оно на данный момент, может быть, где-то есть в боттлнеке, но сам процесс установки, он, мы постарались максимально отойти от всяких жутких консольных вещей трехэтажных, которые нужно прописывать, вот, и стремительно движемся в сторону унификации. Вас не слышно. В основном момент в том, что, поскольку мы проект открытый, то мы не владеем полной информацией, кто еще из пилотов БПЛА мог его скачать, использовать. Поэтому наша статистика, она достаточно расплывчатая. То есть мы не требуем каких-то отчетов. Ну, это то, что мы в прямом контакте, грубо говоря, получили цифры. Естественно, с теми, с кем мы непосредственно работаем, от кого имеем прямой фидбэк. То есть, грубо говоря, это вот так. Ну, да, на нас, как бы, в принципе, статистика может быть и другая, она может быть больше. Если вот вы скачаете наше приложение, найдете там пять людей, но нам не сообщите, ну, как бы, мы, но мы от вас этого не требуют. У нас открытый продукт, мы распространяем его свободно. Там еще вопрос. Я тоже постараюсь говорить громко, потому что, по-моему, а, говорит. Вы говорили, что и можете искать даже людей в лесах. Это ведь только вне, скажем, не летом, когда они... Все, естественно, зависит от плотности леса. Нет, естественно, если там кроны полностью закрывают подстилающую территорию, то, скорее всего, ничего не выгорит, как бы. Но лес, он сам по себе не всегда бывает прям плотным ковром. И если достаточно медленно над ним лететь, то можно, как бы, обнаружить. Потому что у нас были, по-моему, случаи, да? Да, и в буреломах, и в лесах, да. Да, да. То есть у этих 8 человек можно знать, откуда данные, кто вам сказал про это? То есть это Лиза Алерт, которая уже начала пользоваться? Начала ли она пользоваться? Следующий вопрос. Ну, Лиза Алерт начала пользоваться в каком-то ограниченном формате пока что. Данные мы... Изначально мы обратились к поисково-спасательным отрядам с целью забрать у них данные и как-то их отпроцессить. Но мы столкнулись с такой проблемой, что у поисково-спасательных отрядов данных нет. Они не ведут статистику. Они, например, вот отсмотрели поиск ручками и после этого данные удалили. И, соответственно, мы данные набирали сами, своими силами. То есть мы долго общались с спасателями. Выясняли, в каких позах, в каких случаях находят потерявшихся людей, как это выглядит с воздуха, анализировали эти фотографии и потом воссоздавали это с помощью статистов. Выезжали в лес, набирали статистов, клали их в различные позы под деревья, под кусты, на поле. И над нами летал коптер, снимал. После этого мы эти данные собирали, размечали и гнали через сеть. Ну и таких итераций у нас было довольно много. И вот сейчас, когда это дело начало раскручиваться, нам уже поисково-спасательные отряды сами начинают скидывать данные. У нас есть инструкция, как это делать. В общем, если вы хотите, можете нам помочь. Да, тут, к сожалению, ситуация такая, что далеко не всегда получается после реальных поисков сохранить данные, потому что на боевом хранилище место ограничено, и оно в первую очередь заточено, чтобы там, допустим, кого-то спасти. А собирать статистику, это уже немножечко другая задача, которая нужна нам, но вот непосредственно прямо сейчас в поиске она не всегда актуальна, поэтому данные могут там каким-то образом перезаписываться. Мы стараемся подобные пробелы как-то перетаскивать на себя и заполнять их, чтобы у нас было на чем в дальнейшем обучать нейросети, потому что данных нам требуется много. Чем больше, тем лучше. Данные мы любим, данные любят нас. Поэтому как-то так. Андрей Андреевич, Центр развития общественного контроля в Республике Хакасии. Скажите, пожалуйста, какого вида данные вам удобнее всего получать, в каком формате, сколько времени обычно занимает объем какой-то площади? У нас, в общем, есть отдельная, грубо говоря, небольшая энциклопедия, где там описано, как наиболее правильно собирать данные. Там были ссылки. Вообще, в идеале, мы можем либо после конференции как-то, допустим, пообщаться на эту тему, либо мы создали телеграмм в канал, в который можно подписаться, войти, вступить. И, в общем, да, да, и там дальнейшие какие-то способы обмена данными, их уточнить, выяснить, пояснить, в общем, чтобы можно было наладить процесс. Как-то так. Спасибо вам.